Чем мы будем сейчас заниматься? У нас здесь практически представители есть. Значит, у нас есть набор активностей, они разные. Я сейчас расскажу про то, какие они здесь есть. И мы будем думать о том, какие активности и где правильно расположить на территории двора. Мы не сможем в любом случае изолировать вообще людей, которые, может быть, хотят попить пиво. Поэтому правильно договориться, где они это будут делать, и никому мешать не будут. Важно определить это и на территории вашего двора в том числе. Мужикам надо, потому что они все равно залезут на детскую площадку. Она такие дети, представляете? Это ерундой. Предлагайте. Хорошо кричат на скамейке. Судеб ничего не делает при этом. А что это вы? Я только да. Я считаю, что лучше делать, чем наставить, мало того, что здесь не пройдет, а не на площадке. Вот правильно. Они будут стоять, они будут сюда и везем. Аккуратно, парковка, да. Я тоже застой. А школы, там, китайские дома. Ну, это же намного лучше выглядит, когда машины стоят на асфальте, а не на зеленой. Конечно. Мы хотим, чтобы был батут, чтобы практически каждый день были салюты, чтобы побольше было горы, качели. Проект разбит на три основных этапа. Это исследование, разработка дворовой территории и частичная реализация в рамках первого этапа. Исследование само разбито на несколько частей. Первое – это наблюдение за дворовой территорией. Второе – это проведение интервью с жителями. И третье основное – это проведение мастерских. Было проведено три отдельных мастерских с пенсионерами, с детьми и с подростками. Четвертая мастерская была проведена вместе со всеми жителями двора, где они рассказали о своих потребностях друг к другу и попробовали спроектировать дворовую территорию. Продолжение следует...